Волнует российского болельщика, но что касается Зенита я скажу чуть позже, потому что уже Удинезе устремляется в первую атаку И питерцам приходится мяч выносить подальше от собственных ворот Пепе на правом фланге против Ширла, навес агрессивное какое начало со стороны итальянцев По всей бровке, если есть в этом необходимость, какие-то за спиной у Анякова могут остаться свободные пространства Малафеев мяч выбивает и резко как на него наскочил Колярелла И удар Да, надо отдать должное итальянцам, разыграно это было очень красиво Фабио Колярелла мгновенно помчался на добивание после того, как Антонио Динатали пробил Посмотрите, разворачиваясь сходу, да и удар-то в общем у него получился И не сумел сразу Малафеев мяч зафиксировать Только со второй... А Самуа в центр смещается, показывает испанский арбитр, что в любом случае мяч остался у Динезе Поэтому и никаких нарушений правил Давай Дани 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 Орестовая передача справа выполнял Неудачно Бодро побежал у Динеза к чужим воротам Через Сапату Удар поворотом Вот это не дело В принципе, у Динеза далеко не самая в эсу технику позволили Посмотрите, Колярелла просто выиграл позицию явно У Крыжа нация совершенно один находился Нападающий сборной Италии Поэтому пробил, на опережение сыграл и удар получился Вот это по сквале Мари Динатали Ох, хорошая передача Колярелла И удар Это был удар Да, здесь, конечно, не чушь вот этим итальянцам в атаке Какая-то особая выдумка Во-первых, посмотрите, передача очень хорошая Здесь Колярелла запутался в мяче Но дальше, обыграв Тимущука, пробил И для Малафеева этот удар был, конечно, полной неожиданностью Если бы мяч был закручен еще больше, вышел бы какое-то чудо голову Но, к счастью для Зенита, мимо ворот Вернулся сейчас Погребняк в свою штрафную Подача низом И опять Надо заметить, что невнимательно действовали в этом эпизоде Футболисты Зенита Подача пошла низом И вот здесь, посмотрите, два футболиста сумели оторваться Пепе и Динатали Ну, дальше в ход пошли пятки И тому подобные трюки Получилось опасно И достаточно удивительно, что за всю свою карьеру Динатали так и не попал в большой клуб Энлер Падает Желтую засимуляцию, я думаю Да, конечно Немножко порезче игроки Удинеза в атаке Именно порезче Энлер С передачи затянул Удар не получился И Питерцы быстро возвращаются в оборону Погребняк Погребняк Анюков Дани Погребняк Разыграно красиво Будет удар или нет Дани Довели дело до удара До первого удара Причем до... Пепе Против Ширла Пепе Опережает Опережает Отбились Снова хорошо Грамотно перестроились И отбились Хорошо в отборе Сыграли итальянцы Кулерелла Кулерелли по-моему все равно откуда бить Что дистанция Что угол Появилась возможность Ударил Кулерелла Двадцать седьмой мяч Номер мяч потерял Другой двадцать седьмой номер Денисов мяч вернул Даня Хорошая возможность Вот сейчас может быть Ну увлекается Даня Фигурой самого себя Любимого Стенку будет вообще стенка то И Даня возле мяча Нет Никакой стенки не будет Денит быстро разыгрывает мяч Можно попробовать пробить Манчестер Сити Ольберг 2-0 Ну кто бы сомневался Погребняк Какие варианты Вот такие Например Ну здесь защитники опытные Наталья Пас Хороший пас налево Фланг Пеп сместился на этот раз налево Обыгрывает Анюковая Бьет Зырянов Зырянов Хорошо 15 Контролирует мяч Питерс Контролирует мяч На чужой половине поля Дани Можно пробить Удар следует Перекладина Это кто же Тимощук так пробил По-моему да Ну вот Пьются за Удинезе Вот сейчас Хорошо играет Погребняк Дани Дани На скорости Погребняк Предлагает свою кандидатуру Для передачи Дани тащит мяч Передача направо Это Зырянов Зырянов Дани Есть возможность Нет возможности Есть Эмлер Который борется за мяч И теряет мяч Денисов Уже в чужой штрафной Как насчет Розыгрыша мяча Да По-моему был легкий рикошет И тем самым Еще больше дезориентировал Ханданович Эмлер Да, Гастина Дальний удар Малафеев парирует Перед собой мяч Еще удар Бодренько у нас во втором тайме Очень бодренько Динаталия после дальнего выстрела Головой пробил Не досмотрели за Динаталия Удар у него правда не получился Да и Малафеев стоял в этом же углу Но факт остается фактом Нам еще раз показывают удар Тимущука Ух какая ошибка Есть сейчас возможность у Зенита У Денеза ошибся в обороне Но как-то Нем Динаталия И что дальше И удар дальше Немножко затянул в этом эпизоде Фабио Динаталия Скорость набирает Дальний удар Неудачно Неудачно Осамуа Навес на Пепе На Шир Пепе Навес Сопернику Сопернику по ногам Дагастино Не в первый раз уже Хорошо играет Энлер Там не получил ли Травму Кто-то из футболистов Зенита И два подряд Удара Игроков у Денеза Запутался Мяч в ногах Да, Гастино Динаталия Мягко бросил мяч на Куоли Орелло И дальше Динаталия И что теперь Теперь навес Еще будет удар Будет удар Мечится мяч по штрафной Энлер Прострел Пренеприятнейший Маме Для футболистов Футболистов Зенита, конечно Динаталия В касание бьет Но не выключился Обыгрывает Ширло Передача Передача не Подача Уф Как-то позволили Легкомысленно пробить Энлеру Защитники Зенита Совершенно один Стоял швейцарец Ну что ж Не дело Зацепил Малафеев Мяч Будет еще Нам снова показывать Вот этот удар Энлера Чисто мяч отобрали Футболисты Удинезе Неприятная Контратака Пепе Может пробить Пробил Слева направо Выводить Как раз на Симона Пепе Затянул Пепе С ударом Там Павло Потца Заявил Что увольнять Паспуали Марины Не будет И не уволил И команда Потихонечку Из этой самой ямы Выбралась Передача с фланга Динаталия А что там такое Белое Крыжанац Динаталия Свободный Простите Не понял Динаталия Свободный Застрял мяч в стенке. Атака, правда, все еще продолжается. Ну, так, я думаю, многие из вас, уважаемые телезрители, могли бы пробить. Как насчет какого-нибудь контрвыпада в исполнении футболистов «Зенита» Дани? Мягкую передачу. И удар по воротам. Ханданович выручил свою команду. Вот это был плотный удар, опасный, прицельный. Второй уже удар в тайме такого рода. Зырянова. Семшов. Да, мяч опускался перед голкипером. Ханданович хорошо сыграл в этом эпизоде. Отметим очень удачный удар Зырянова. Очень хороший. Семшов. Есть возможность сыграть налево. И последовала передача. Нет положения вне игры. Можно забивать. Ханданович. Но нужно было, конечно, реализовывать вот этот момент. На 74-й минуте. Очень был нужен сейчас точный удар. Биту. Ну, нам тут не показали, был ли офсайт, но дело линейного. Следить. Еще раз смотрим на этот удар. Ну, удар-то, по сути, прямо в Ханданович. Динатали. Динатали. Инлер. До гостином. Ну, что так возле собственных ворот-то? Ну, нужно наказывать за такие вещи. Теке. Не наказал. Получается, здесь во многом вина самих хозяев, что он безалаберно немножко пользуется. Высокая передача. Динатали. У Удинеза очень хорошая команда. Но выделяется здесь, конечно, она. Посмотрите. И с разворота. Хорошо Малафей встал в этом углу и вовремя на удар среагировал. Тюмщука врезался. Навес. А если пробить? И пробить. Через рикошет. Что там? 85-я минута встречи. Динатали. В очередной раз и неожиданно, и красиво, и эффективно. Пепе. Пепе уже в штрафной. Зенита. Гол. Гол забивают футболисты Удинезы. И делает это Фабио Куалярелло. Немножко недосмотрели. Вес и подачи Зенит перехватывал, а пошел в обыгрыше. Пошел очень удачно. Обыграл Ширла. Вдоль ворот. Ну, здесь все, что нужно было сделать, это ногу поставить только. Показывал Малафеев, что было вне игры. Но думается, вряд ли. Потому что в момент передачи здесь два человека находились. А время-то есть еще у Зенита для того, чтобы атаковать. Есть время. Это желтая карточка. Конечно. Провалились сейчас. Ну что, Тимошек? Неплохо. Вердер Сент-Этьен так и закончили. 1-0. Навес. Удар не получается. Что, пенальти? Плохо это. Плохо это. Ну, еще мы посмотрим. И вторая желтая. Два футболиста получают желтую. Широк в красную. Это во вторая желтая карточка. Где Натали? Точно в угол. 2-0 на 93-й минуте матча. Мы знаем, что Зенит отыгрывает преимущества, добытые хозяевами в гостях. Вспомним тот же матч против, например, Олимпика прошлогодней. Но будет, конечно, сложно. Давайте мы еще раз посмотрим, что-то такое случилось. Здесь в любом случае не видно. Нам конечную часть эпизода показали. Понятно, на что указывал арбитр. Он показывал, что за футболку хватал рэв-матч Рома, Арсенал. Ну, вообще... Выпорт. До свидания и удачи.